господи иисусе христе сыне божий помилуй меня грешного номер семьсот тридцать пять события дня филиппинцам 1 28 и не страшитесь ни в чем противников это для них есть предзнаменование погибель а для вас спасение и синий от бога и вот здесь до чего техника дошла есть всего три года зарядите по-русски в ю тубе и увидите как трехлетняя девочка играет на пианино даже не верится что это так и на самом деле может быть три года и она все жесты все делает как взрослая евгения трапко не обратил внимание на фотографии сергея козлова там под фото написано в храме поселился рак и есть мое мясо это как понимать у сергея козлова рак обнаружили евтушенко сергей да евгений трапко господи помилуй я пишу мир вам сергей николаевич послал вам 77 свидетельств того как обратились к богу и пришли в нашу общину люди это все писали дома совершенно независимо друг от друга и подумала сми а что может быть слепить вместе эти жития друг с другом что получалось на полчаса продолжительностью и в заголовке написать кто это а фото этих людей легко найти на нашем форуме если зарядить фамилию в общем поиске и эти фото одно или несколько будут на титульном листе и необычные весьма получительно полагаю что тут слышимые слова могут очень вредно сказать и сказать фон создать лучше пусть будет без моего вмешательства то есть мое слово на слушателей в университетах уже повлияло в этом и проповедь фактически уже есть а нельзя ли запустить слить на повторы голубиного воркования потом музыки минут на десять можно пение соловья тоже дать чтобы когда читать книгу и повторы будут как бы во едином пении слова же мои только повредят вчера мы были вчерашний день вот у нас гостях загидулина находится арахиль после крещения получила казашка из казахстана приехала и мы решили день тут посвятить посещению храмов везде помолиться и как мы были в храмах как заходили выходили но тут надо соединять там до 10 роликов в один пойдет я отсылаю в администрацию там они это сделают вот как в епархии были как встречались вместе с митрополитом сергий иванников это уже выставили радостная как всегда встреча с митрополитом так соединить в один ролик все 77 свидетельств это будет очень много целая книга может быть разбить на несколько файлов страниц по 100 если можно то попробовать голубей затем пятой симфонии щековского затем одинокий пастух попробовать этим не насаждая слух и в то же время некое вдохновение как в музыке времена года это соединение из трех-четырех звеньев потом повторить это мы советуемся с новиком сергеем вот как раз сейчас все ему послали какие книги как выглядят и он сейчас их определяет так делает чтобы можно было здесь смотреть а там они стоят на сайте то никто их и не видит алена сайдуганова здравствуй игнатий тихонович не прекращаю смотреть ваши ролики черпая из них знания духовно возрастаю у меня есть вопрос я смотрела ролик причастие от 17 декабря 2017 года и увидел что сначала причащать вином а потом хлебом писание в библии написано ибо я от самого господа принял то что и вам передал что господь иисус в ту ночь который предан был взял хлеб и от багдари преломил и сказал примите идите сие с тела мое за вас сломимое сие творите мое воспоминание также и чашу после вечера и сказал сия чаши есть новый завет моей крови сие творите когда только будете пить мое воспоминание если разница очередности принятия хлеба и вина тела и крови отвечаю менять порядок не нужно а тут причащение одновременно в вине и хлеб тело и кровь подается прямо в уста чтобы не было похищаемо чужими удача по другой теме уже отвечая сергей новиков и всех наших книг самой уязвимой оказалась под номером 26 где я отвечаю студентам и всем слушателям на их вопросы по поэзии 300 поэтов россии за 300 лет и и литераторы тут же сметают и заплатят большую цену но уведут вы просто посмотрите на каждый вопрос по теме отвечаю шестью поэтами с эпиграфом и святой библии конкретно что они сказали по заданному вопросу вот видите сколько всего что-то тут заходит вот обрабатывать сергей написал все получил помощника бог дал удивительную так много работает даже не знала мы просим господи почином дом помощников наставников советников распространить то что ты позволил нам сделать вот одновременно явились и кажется три или четыре человека один работает по житиям а один вот по книгам которые я считаю издал 38 томов и еще там три сорок один том уже стихи обработаны в библии другое все один златоуста полностью обработал я его сейчас выставляю посмотреть наши ресурсы можно это что у нас понятно мой мир я туда переставляю все с ютуба заклинило перестала переставлять ну не знаю как дальше то быть считаю заклинило но f6 назвали надо нажать сергей козлов подсказал мне но сейчас посмотрю получится ли не получится пока раз два три четыре пять пять пропустила а и 10 должно быть вот не знаю как дальше а тот ленточный наш православный форум 1600 тем вот у нас это в моем мире вот это стоит у меня это очень богатая я не знаю у кого 21000 наших фотографий семь тысяч семьсот восемьдесят шесть наших роликов это просто ресурс огромный то теперь вот пока говорили два человека зашли то что скажет вот что-то пользователь рамба сергеев говорит вы не поп вы поп звезда вот а другой значит рамба опять же в доме уберись дед вот что значит уберись он не знает как мы живем скучно у нас чисто выметаемую основу что посмотреть конечно тут у нас цену для прохода для ноги оставлено место и все вместо убери нет не знаете еще что об этом пишет то но и далее во свете библии я говорил о том что вчера вы были по всем храмам католически был закрытый мусульманам не попали православные обошли почти все барнауле встречи была с митрополитом и везде молились просили повалить за брата константина он ее был в казахстане в командировке попал в аварию то переломил еще там много ему лежит часто помолились тоже вот здесь вот просто отвечаю четыре тысячи сто двадцать четыре вопроса и ответа сейчас я по теме отвечают как раз хотел показать фотографии этого лобоев у нас был и фотографировал на этот день вот видишь как как я сделать ну-ка возьми в руки подержи у меня кто там никита кто есть а то мне так трудно было это я быстрее покажу фотографии я уберу здесь тогда с той стороны зайди вот так прямо направляю чтобы было видно на этом а я тут буду быстро перестал кнопки то у меня закрыто это приспособлением то вот она это у нас морец это выбери да это все он снял волобоев александр павловича двадцать восьмой год у нас снимает за счет этот плохо так вроде темная да ну вот видишь батюшка выходит в разных позициях сохранить надо считаю златоуста а вот стоят вот пришел вот здесь вот это общинников когда я получал добу с мэром познакомил а сейчас у него инсульт но все равно пришел батюшка вот как раз стоит в галстуке пришел приложился иконом к по кресту подошел рейхан и а теперь рахи назвали который фотографии такие взял вот он как раз подходит общинников очень большую роль сыграл советник мэра города барнамула был болящий это настя с нестора выше мина какие не стар я доклад сделал показал документы все лишь какие снимки хорошие вот сидит рафель вот она рядом за стадо в разных движениях и батюшку показать пожалуйста вы глав replaces и и и ид вп это и на столе у нас лежат книги 38 книг победитель получает все статья лапкин предпочел храм недвижимости газеты статьи какие печатали арахи рассказывает о себе вот сейчас все посмотрели там я быстрее намного много быстрее успел все потихонечку ставим сейчас я благодарю спаси христос но еще сказать то это теперь посмотрим от государства то у нас было тут какие вопросы еще остались по теме государства ну вопрос другой ответить можно вопрос 4020 это сейчас я немножко восстановлю уже был не видно даже вопрос а вот она что далековато было тогда все на месте 29 том открытым оком когда показывает на связь церкви с разными мирскими структурами с властью прошлым иными то что отвечать на это этим подтыкают нас на каждом шагу и везде ответ только не лгать и не запираться отвечать нужно все так как есть нельзя служить истине и пользоваться ложью кавычки сознание подавляющее большинство жителей россии устойчиво сформировалось мнение о том что в нашей стране существует только одна православная церковь русская православная церковь второе название которой московский патриархат нынешний патриарх алексей второй когда я отвечал тогда он был живой еще именно она является естественной наследницей полной исключительной правоприемницей российской православной церкви действующей на территории российской империи до смуты 1917 года однако это не совсем так а лучше сказать совсем не так историческая справка русская истинно православная церковь это православная церковная организация возникшая в результате гонений ленинского режима в россии против русской православной церкви далее рпц с первых дней прихода к власти в октябре 1917 года большевики предприняли энергичные меры для ликвидации рпц как гражданского института и носителя враждебной им идеологии на рпц обрушились невиданные в истории церкви гонения первым священником убитым новой властью стал петроградский протеерей иоанн кочуров 22 декабря 1917 года первым расстрелянным епископом митрополит киевский владимир богоявленский 7 1 18 года особую роль в деле уничтожения рпц коммунистический режим уделил раздробление рпц на несколько частей и разжигание между ними вражды первоначально эта политика не принесла ожидаемого результата спровоцированные после 1922 года многочисленные обновленческие расколы а также созданное 22 декабря 1925 года управление возглавляемые архиепископом екатеринбургским григорием яцковским так называемый григорьевский раскол поддержала лишь незначительная часть верующих усилия большевиков увеличались успехом когда им удалось расколоть рпц посредством занимавшего должность заместителя патриаршего местоблестителя митрополита сергия строгородского будущего патриарха для придания большей авторитетности при нем 20 мая 1927 года вопреки уставу рпц был организован так называемый патриарший священный сенот из подобранных о гпу иерархов 29 седьмого двадцать седьмого года была обнародована составленное соответствие с указанием начальника третьего отделения секретно-политического отдела гпу е.а. тучкова подписанная митрополитом сергием и синодом при нем декларация которая констатировала факт подчинения господствующему режиму и перехода церковного управления на службу этому режиму не за страх а за совесть находящиеся в ссылке все три иерарха по соборному определению имеющие право занять должность патриарша местоблестителя высшего рпц до избрания собором нового патриарха митрополитик кирилл смирнов расстрелян за принадлежность и пц 20 ноября 1937 года агафангел преображенский умер 16 10 20 1928 и петр полянский расстрелян 10 10 37 а также многие другие архиереи священнослужители и миряне решительно отвергли эту декларацию и подвергли резкой критике митрополита сергия как превысившего свою власть и не имеющего полномочия от имени все рпц делать подобное заявление а вроде с полномочия можно делать подобное заявление и вот это местоблеститель и он его заместитель да какая разница кто сделал то этом они упор то делают не на то само по себе это предательство всех умущенных тех которые в вузах сидят объявили врагами народа церковь сама то есть слава церкви это мученики исповедники о гпу действуя через митрополита сергия активно развивала и углубляла раскол прежде всего путем проведения выгодной власти кадровой политики митрополит сергий и действующий при нем синод регулярно издавали указы подготовленные секретно политическим отделом и гпу этими указами устранялись неугодные архиереи и заменялись лояльными к власти в основном из бывших обновленцев также митрополит сергий сделал от имени рпц ряд выгодных правящему режиму политические заявления для мировой общественности о том что в ссср нет никаких гонений на верующих все это измышление врагов в то же время представитель гпу я тучков активно пытался войти доверие и несогласным с действием митрополита сергий авторитетным иерархом рпц пытаясь искусственно создать и укрепить и несколько подконтрольных власти управления рпц однако ни один из этих иерархов на сотрудничество с ним не пошел в условиях когда церковное управление оказалось в руках атеистического режима имеющего конечные цели искоренения всякой религии и полного игнорирования митрополитом сергием указаний предстоятель рпц находящиеся в ссылке патриаршу местоблюдитель местоблюдитель митрополита петра полянского многие стали искать выход из создавшейся положения высшей инстанции которая могла от лица рпц вынести определение по поводу возникшей ситуации является поместный собор созвать который не предоставлялось возможности поэтому ряд архиереев досозного поместного собора перестали подчиняться распоряжением управления возглавляемого митрополитом сергием руководствуясь указом номер 362 святейшего патриарха тихона священного синода и высшего церковного совета рпц 20 ноября 1920 года предусматривающего подобную ситуацию и в соответствии с этим же указом пытаясь организовать иное независимое от эгпу управление это отчасти удалось осуществить митрополиту петроградскому иосифу петровых расстрелян за принадлежность кпц 20 ноября 1937 года усилиями которого было создано церковное управление свекарными епископами благочиниями и многочисленными приходами по всей стране последователи митрополита иосифа стали именовать иусевлянами в отличие от сергиан оставшихся подчинением митрополита сергия также не подчиняющихся митрополиту сергию и независимых от гражданской власти православных верующих называли тихоновцами станут церковниками непоминающими и прочее однако окончательное название закрепилось за ними когда по всей стране в 1930-1931 годах прокатилась волна судебных процессов под общим названием контрреволюционная организация истинно православная церковь на этих процессах было разгромлено движение пытающиеся в условиях диктатуры советской власти сформировать независимое от нее управление рпц после этих погромных процессов усилевшие от репрессий верующие отвергающие возможность управления рпц гражданским атеистическим государством были вынуждены полностью перейти на нелегальное положение и влились в тайную катакомбль церковь смотри религия журнал энциклопедия социальных общей редакции грицанов а а и синила г.в. так книжный дом 2007 960 страница московский патриархат является наследником непоместной российской православной церкви то от церковного управления митрополита впоследствии патриарха сергия строгородского действующего по указанию богоборческой большевистской власти через карательные органы гпу кгб в застенках которых погибали в то время тысячи и тысячи православных верующих епископов священнослужителей мирян нынешнее руководство рпц мп тщательно скрывает от верующих эти факты как и то что истинно православная русская церковь жива и паныли а русско-православная православная церковь за границей рпцз отнюдь не в полном составе соединилась с московским патриархатом некоторые епископы не пошли на соединение многие приходы в европе сша канаде австралии после ухода архиереев остались или вообще без церковного управления окипальными то есть без главы или вошли в состав рипс ложь и замолчание были останутся привычным оружием в руках деятель рпц мп ваш отец дьявол и вы хотите исполнять похоти отца вашего он получила кубиться от начала и не устоял в истине ибо нет ни об истины когда он говорит ложь он говорит свое его лжец и отец так говорил христос иудеев 2000 лет назад но только ли к ним обращенные его слова задумаемся над этим братья и сестры я ухожу в русскую истинно православную церковь рипс не запятнавшие себя служением безбожьей власти и братанам сеноверцами и ретиками и католиками протестантами монофилинтами монофизитами мусульманами буддистами или шаманами знаю что столкнусь со многими трудностями и препятствиями на избранном мною пути но важно решиться пойти и господь верю поможет господь дай мне терпения любви мужества и разума братья и сестры прошу вашей молитвенной помощи и поддержки я романах евгений пампура я отвечаю исае 21 14 живущие земле и майская несите воды навстречу жаждущим с хлебом встречайте бегущих я не 28 12 тамочные братья услышав о нас выше нам навстречу на пивой площади и трех гостиниц увидев их павел возблагодарил бога и ободрился стихотворение распотрошили брюхо у союза который вот все тащат по углам никто не знал что поглотила пузо не скромно высветился непотребный срам за многое по делам расплата за кровожадность подлость и измену свободе слова рот забили кляпом строй людоедов на разврат заменят и о какой заботе о народе речь не ведут за тайной закулисой и треть четыре пятых надо бьем угробить и в этом зверстве есть тоже крохи смысла от бесполезных в мире едоков земля освободится наконец-то кто искренне к тому уже готов дабы другим освободилось место кто вот то то и оно не на бумаге в реальности и самой натуральной кто добровольно в гробовину лягут кого за этого до нитки обобрали свободой на сегодняшний день мы по часам воспользовались чудно и бедность нищетой никак не обедню считая этот штрек уже предсудным порадуйтесь ликуйте божьи небеса что рухла империя всесветного лжи и зла а божий камень врезалась коса день протрезвления кремлевским всем козлам а слово божие так и стоит скалой высмеивая глупость человечью на моисеем седалищи во сядет снова злой но это по писанию не будет долговечно три с половиной года с антихристом упряжки на ради избранных такой короткий срок ногам христа вселенная возляжет о том считать не только между строк 1 июля 2008 года вот на сегодня все пока